Отправляем за свой счет в любую точку мира. Ну понятно, что в Африку не будем отправлять. Потихонечку. Включился, бей, паришь соус. Ну, поэтому бересту я больше не буду разжигать. Ух, прям. Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Сегодня я буду готовить баранью лопатку на гриле. В инстаграме, у меня в комментариях, было обсуждение, чем можно разжигать уголь. В этот раз попробуем бересту. Насыпаю под стартер. Так, бересту под стартер. Обязательно открываем нижнюю заслонку, для того, чтобы поступал кислород. И брикеты разгорались быстрее. Весь дым, который есть, это из-за смолы, которая содержится в бересте. То есть, береста это кора березы, в которой очень много смолы. Соответственно, весь дым от нее. Ну, поэтому бересту я больше не буду разжигать. Прямо как-то совсем. Ух, прям. Такой стоит запах деревенский. Когда баня люди топят. Или сжигают. Или сжигают, да. Оп. Сейчас дождемся, когда дым уйдет. И начнем подготавливать лопатку барана. Отсюда вывод. Пока у меня в топе это кубики для розжига от Weber. На втором месте салфетка. Но салфетка, наверное, у меня на первом месте. Потому что она обходится дешевле, чем кубики у меня в магазине. А еще, да, в предыдущем видео я показывал, как с помощью вот этого мешка угля, маленького пакетика и самого пакетика можно разжечь угольные брикеты. Брикеты в стартер, под низ бумагу поджигаете и стартер разгорается. Ну, кстати, да, вот это, наверное, на первом месте. Так, тут все убрали. Смотрите, какая свежая, вкусная. Блин, прям жалко. Ну, ладно, все запечем. Слушайте, смотрите, какая идеальная. Вот тут можно чуть-чуть подрезать, потому что... Дробленый перец, есть соль мелкая поваренная и есть хорошая зира, она же кумин. Сначала хорошо присаливаю. Сколько солить, не знаю. А, вот, вот эту пленочку, видите, она не убрала, надо было убрать. Пленочку надо срезать. А я что-то как-то ее прошляпил. Вот эту убрали. Пленочка, во-первых, стянет мясо, во-вторых, не будет пропускать специи. Этого не надо. Хорошо все просаливаю. Теперь перчик. Перца много не надо, будут есть дети. А теперь зира. Зиру так вот протираете чуть-чуть, когда посыпаете. Переворачиваем. Перчик дробленый. А этот рецепт, он совершенно простой, правда долгий. Буду готовить примерно 4 часа всю эту историю. Готовить буду с помощью двух вот таких разделителей, в которые засыплю разгоревшиеся брикеты. Сначала у меня будет прямой жар, я их поставлю по центру вот так. А потом их разведу, и у меня будет непрямой жар. Оба метода в этом видео будут. Сейчас поднимаю стартер, ставлю сюда разделители. Так, теперь нужно все поправить, чтобы было равномерно. Брикеты разожглись примерно за 20 минут. Ах, брикетов много, блин. Я ее почищу и буду на ней готовить. Баранью лопатку сейчас зажарим с одной стороны, и с другой стороны на прямом сильном жаре. Это будет примерно 250-300 градусов. Надо создать корочку. Потом будем доделать ее на непрямом жаре. Блин, ну все, мне уже не терпится. Надо брать и готовить. Берем ногу и прям вот так вот посередине. И закрываем. А теперь зажарим вторую сторону. Пока вторая сторона обжаривается, подготовлюсь. Вот так вот растяну фольгу, а посередине возьму пергамент и положу на фольгу. Возьмите широкий пергамент. У меня широкого не было, поэтому возьму вот такой небольшой. Теперь жду, когда дойдет баранья нога и сразу положу на пергамент. Жалко, что YouTube не может передать. Смотрите, какая вкусная получается корочка. Сейчас еще немного. Надо зажарить со всех сторон, чтобы получилась вкусная, аппетитная карамельная корочка. Потом завернуть в пергамент и фольгу. Но самое вкусное будет соус к баранине. Заслонку закройте и огонь потухнет. Гриль очень удобная штука. В мангале у вас так не получится. Придется брызгать водой, либо солью засыпать. А тут просто все и понятно регулируется. Теперь внимание на гриль. Убираем центральную решетку. Вот в этих лотках очень удобно сделать непрямой жар. Просто взяли их, переставили. И не надо ничего там пользоваться никакими кочергами. Ничем не надо. Я их закрою наполовину, для того, чтобы температура упала. Решетку. И кладу сюда баранину ногу. Крышку размещаем так, чтобы верхняя задвижка была по оси на лопатке. И придавливаем подачу воздуха. Все, сейчас температура упадет. Оставляем на 3 часа и уходим заниматься своими делами. Баранину лопатку я обжарил с двух сторон. Потом завернул в пергамент и фольгу. И отправил на непрямой жар томиться. Томилась она у меня 4 часа. Сейчас я ее ставлю вот здесь. И пусть она охлаждается. Жар есть. Все хорошо. Крышку закрывать не буду. А буду делать соус. Поставлю вот сюда ковшик. В ковшик возьму мяты. Хорошие мяты я купил в магазине армянскую. Наливаем сюда воды. Буквально полстаканчика. И доводим мяту до кипения. Пока там все закипает, я соберу несколько листиков. Положу на досочку. Так, про соус, который отлично подходит к баранине. Нужно немного мяты. Полстакана воды. Столовую ложку сахара. Сок половины лимона. Ну и все. Ага, вода согревается уже. Давайте подсмотрим все вместе. Смотрите, какая она. Никаких лишних специй. Ничего лишнего. Перец, соль и немножко зиры. И больше ничего. А теперь миленько надо нарубить мяту. Это будет украшение. Напоминаю. За самый интересный комментарий мы с Лехой дарим мешок угля. И отправляем за свой счет в любую точку мира. Ну понятно, что в Африку не будем отправлять. Но Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Россия. Все отправим. Соус вот в такую узбекскую штуку поместим. Называется пялка. Чувствуйте вот этот аромат мяты. Ммм, блин, класс. Чуть-чуть еще подождем. Чего ждать, там уже все соки вышли. И убираем мяту. А теперь сюда сок лимона. Половины. Столовую ложку сахара. А теперь все это помешиваем и вывариваем. В объеме должно уменьшиться. Ну, раза в три, в четыре. Все спрашивают, зачем нужна на 435 генезисе боковая горелка. Либо на газовой гриле с боковой горелкой. Вот именно для таких соусов. Включил себе и паришь соус. Класс. А тут приходится вот так вот потихонечку. Так, все практически выварилось. Теперь переливаем в пиалку. И соуса получилось совсем чуть-чуть. Смотрите, полстакана воды превратилось буквально в 2-3 столовых ложки. И это уже яркий, насыщенный вкус. Он уже остыл. И сюда отправляем мяту. Для того, чтобы украсить соус. Соус оставляем, пусть настаивается. Баранья лопатка остыла. Туда можно залезть руками. Посмотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Вот та косточка, о которой я говорил. Берем ее. Она как лопаточка. А вот в такой говяжьей кости можно подавать мясо. Ее как-то кладут, либо так, но вряд ли очень много. Смотрите, какое мясо. Просто посмотрите. Красота. Кайф. Это безумно вкусно. Это все развалилось. Достать все косточки. Очень вкусно. О, свидетельство того, что очень вкусно. А теперь смотрите, как это есть. Перед этим я напомню. Подпишитесь на канал. Напишите комментарий. Возьмите лаваш. Положите мясо. Макните в соус. И наслаждайтесь. Это пипец, как вкусно. Баранина с минимум специй. Это яркий мятный соус. Это классическое сочетание баранины и мята. И я Иван. Вы были на канале Маэстро Барбекю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok